Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы будем говорить о психических расстройствах при эндокринных заболеваниях. И у нас в студии эксперт Елена Георгиевна Старостина. Добрый день! Добрый день! Актуальность данной темы обусловлена высокой распространённостью психопатологии при сахарном диабете и других эндокринных расстройствах, влиянием психопатологии на комплоентность пациентов, приверженность их к лечению и их прогноз, а также качество жизни. Елена Георгиевна, расскажите, пожалуйста, о структуре психических расстройств. Всё зависит от того, какую категорию пациентов с диабетом мы берём. Например, если мы берём ту категорию, которая лежит в стационаре, то есть это заведомо более тяжёлые пациенты, то психические расстройства, те или иные, будут выявлены приблизительно у 80% пациентов. Это очень высокий процент, безусловно, превышающий эту частоту у популяции в целом. Если же мы будем с вами обследовать пациентов амбулаторного ряда, то, соответственно, там будет и меньше проблемных пациентов, там будет и меньше пациентов с психическими расстройствами. На первом месте по частоте у пациентов стоят расстройства аффективного спектра, то есть депрессивные расстройства, и тревожные, самые разные. Я сейчас не буду уточнять, там по нозологии. Достаточно серьёзный процент занимают также расстройства приёма пищи. У больных диабетом это особенно актуально. И следует также упомянуть и когнитивные нарушения, и когнитивную дисфункцию. Чаще всего это мягкое когнитивное расстройство или начальная стадия деменции. Пациенты с более тяжёлыми состояниями, они уже, как правило, в поле зрения эндокринолога попадают реже. Я говорила сейчас о частоте непсихотических, психических расстройств. А если мы с вами перейдём к психозам, то есть к биполярному расстройству или к шизофрении, то вот их частота примерно такая же, как в популяции. А выявляемость, по данным ваших исследований, как часто у пациента уже стоял диагноз того или иного психического расстройства? Крайне редко. Мы специально занимались этим вопросом. В частности, наш центр участвовал в международном многоцентровом исследовании. Которое оценивало, среди прочего, и качество выявляемости психических расстройств у больных диабетом. И из тех пациентов, что страдают психическими расстройствами, до того, как мы с ними увиделись и говорили, то есть в анамнезе психические расстройства были выявлены, дай бог, у 10%. То есть это крайне мало. И еще меньший процент пациентов получал по поводу этого какое-либо лечение, психотерапевтическое или медикаментозное. Елена Георгиевна, как же нам изменить эту статистику? Какие конкретные советы мы можем дать практикующим врачам, эндокринологам, врачам общей практики? На какие маркеры им опираться? Что нельзя пропустить, когда время приема крайне ограничено зачастую? Во всем мире, и, наверное, наша страна не исключение, существует в настоящее время тенденция к тому, чтобы врач не психиатр, то есть врач общей практики, терапевт, в нашем с вами случае эндокринолог, чтобы он как можно активнее действительно выявлял эти состояния, хотя бы не тяжелые психические расстройства. Здесь не должен смущать термин «нетяжелые», потому что «нетяжелые» – это обозначает, что пациенты могут лечиться амбулаторно. Но в плане нарушения качества жизни, а также влияния на течение самих эндокринных заболеваний, они, конечно, являются очень отягощающими и высоко значимыми. И с этой точки зрения, как может пациент получить хоть какую-то помощь? Врач-эндокринолог, безусловно, должен быть знаком с базовыми навыками диагностики и лечения депрессивных, тревожных и когнитивных расстройств. Ну и расстройств приема пищи, конечно. Для этого существуют различные шкалы, для этого существуют специальные, так сказать, обучающие курсы, в конце концов для этого существует масса литературы. Законодательного запрета на участие в выявлении и диагностике этих расстройств никакого нет для врачей и не психиатров. Насторожность должна быть очень высокая. Я бы сказала так, что одним из основных маркеров, вот почему должен врач задуматься о том, нет ли у пациента психического расстройства, это низкая комплоентность, низкая приверженность к лечению. Я далека от мысли, чтобы предложить всегда низкокомплоентного пациента, как бы считать пациентом с психическими расстройствами, но это может быть одним из проявлений особенно депрессивных расстройств. Особенно депрессивные расстройства характеризуются снижением общего энергетического тонуса, снижением настроения, апатии, нарушением аппетита, сна, регуляцией веса. И в связи с этим пациент, конечно, гораздо хуже выполняет рекомендации врача. Вот такие флажки, как я могу сказать, как низкая комплоентность, это одно из важнейших в своевременной диагностике этих расстройств. Второе, на что надо, конечно, обращать внимание, это большое количество различного рода соматических жалоб. Вот когда пациент предъявляет огромное количество жалоб со стороны разных органов систем, и обследование медицинское показывает либо отсутствие серьезной патологии, либо непропорциональность этих жалоб тем объективным нарушениям, которые выявляются, здесь тоже надо задуматься. Недаром ВОЗ говорит, Всемирная организация здравоохранения, говорит о том, что у пациента с так называемыми многочисленными необъяснимыми жалобами депрессия должна стоять в списке диагноза не последней, а одной из первых. И в одной из ваших работ я читала о том, что само по себе лечение депрессивного расстройства у пациентов с ожирением может привести к снижению даже веса, да? Безусловно, при ожирении частота депрессивных расстройств очень высока, они имеют своеобразное течение. Мы все знаем, например, такой термин, как заедание депрессии. Это тоже один из важных факторов прибавки массы тела. И если таких пациентов своевременно лечить и помогать им справиться с повышенным аппетитом или даже с приступами неконтролируемого переедания, это можно сделать в том числе и с помощью лечения депрессии, то я думаю, что и общее лечение ожирения, оно тоже, по крайней мере, будет направлено в более эффективное русло. Вы также упоминаете о том, что за термином лобильный сахарный диабет, лобильное течение до этого заболевания может скрываться психопатология. Расскажите поподробнее, пожалуйста, об этом. О да, это действительно так. Этот диагноз, особенно раньше у нас очень любили лобильный диабет, это гетерогенное состояние, безусловно. У него бывают биологические причины, довольно редко в наше время, потому что большинство из них раньше были связаны с недостаточным качеством препаратов. У него бывают причины психологические, когда пациент недостаточно обученный, просто не знает, как правильно управлять диабетом. Я бы даже упомянула причины, может быть, в ряде случаев недостаточной профессиональной компетентности врача, который этого пациента ведет. Но все-таки большая доля, больший процент так называемого лобильного труднокомпенсированного диабета приходится именно на пациентов с сопутствующими психическими расстройствами. Я бы здесь подчеркнула, вот если мы говорим о лобильности, например, такую вещь, как панические атаки, различного рода тревожные расстройства, ну, в меньшей степени депрессии, да, ведут к лобильному течению. И то, что мы еще ни разу не упоминали, расстройства личности, по старой терминологии психопатии, сейчас мы так не называем, но некоторые расстройства личности, в частности, эмоционально неустойчивые, гистрионные или истерические, по старой терминологии, они тоже весьма и весьма способствуют тому, что пациент не в состоянии адекватно управлять сахарным диабетом и, по крайней мере, нуждаются в повышенном внимании врача для этого и, возможно, в психотерапевтической помощи. Актуальна также тема когнитивных нарушений, как у пациентов с сахарным диабетом, так и при других эндокринных заболеваниях. Елена Георгиевна, вот по вашему мнению, помимо контроля гликемии, артериального давления, холестерина, что еще? Можем ли мы хоть что-то еще сделать для того, чтобы улучшить когнитивную функцию наших пациентов? Во-первых, если мы говорим о профилактике лечения когнитивных нарушений, наверное, первое, что надо сказать, это то, что достаточно эффективных и доказательных способов, мягко говоря, не существует. Безусловно, в целом считается, что когнитивные дисфункции развиваются медленнее или позднее у людей, постоянно занимающихся умственным трудом, так что это как раз относится к нам с вами в том числе. То есть любые упражнения на развитие памяти, внимания, интеллекта в любом возрасте, и чем старше, тем больше, это всегда только в плюс. Но это не специфические мероприятия, так же, как и физическая нагрузка, которая вроде бы тоже положительно на это влияет. Если мы с вами говорим конкретно о когнитивных нарушениях и их профилактике лечения у больных с эндокринопатиями, но опять-таки скорее, так скажем, из соображений здравого смысла принято считать, что необходимо компенсировать эндокринное заболевание максимально возможно. Хотя, например, если мы возьмем с вами сахарный диабет, да, мы знаем, что частота когнитивных расстройств при нем выше, но нет доказательных данных, которые бы нам позволили увидеть, что компенсация диабета по сравнению с более плохой компенсацией позволяет существенно, существенно замедлить динамику этих когнитивных нарушений. Интересная, например, вещь существует немножко из другой области на стыке эндокринологии и гинекологии. Если мы с вами обратимся к когнитивной судьбе женщин с ранней менопаузой, это может быть хирургическая менопауза, это может быть менопауза, которая наступила по другим причинам, но факт тот, что если рано выключаются эстрогены, то дальнейшие перспективные наблюдения показывают повышение риска развития деменции у таких женщин по разным данным в полтора-два раза. Если заместительная гормональная терапия или как теперь ее называют заместительная менопаузальная терапия с содержанием эстрогенов назначается достаточно рано, то процент женщин, эволюционирующих в деменцию, вроде бы уменьшается. С другой стороны, хорошо известно, что когда пытались эстрогенами лечить собственно деменции, например, болезнь Альцгеймера, то положительных результатов получить не удалось. Поэтому здесь мы еще находимся в таком поле, где очень много есть неизведанного. Мы можем констатировать пока чисто эпидемиологические факты, то есть у женщин с ранней менопаузой риск деменции выше. Есть такие интересные вещи, как, например, разный риск деменции при удалении только яичников или яичника и матки. Вот казалось бы, да, какое отношение сама по себе матка может иметь к когнитивным функциям. Оказывается, если удаляются не только яичники, но и матка, то риск когнитивных нарушений выше. Кстати говоря, это вот нам с вами и, наверное, нашим коллегам-гинекологам очень важно знать, потому что не секрет, что нередко, если идут, скажем, на удаление одного органа в малом тазу по поводу каких-то доброкачественных проблем, например, идут на удаление одного яичника у женщин, такого уже приближающегося к менопаузе возраста, очень часто говорят, а давайте мы вам за одно и второе удалим, чего там, они вам больше не нужны. Или, а давайте мы вам удаляем матку, а давайте за одно и яичники, или давайте за одно и матку, да, там в разных сочетаниях. Вот здесь надо помнить, что даже если нам кажется, что нам эти органы больше не нужны, оказывается, для лучшей сохранности когнитивной функции они очень даже нужны. Поэтому необоснованное расширение объема вот этих вмешательств, оно, конечно, не должно больше в нашей практике оставаться. Очень интересно, спасибо. А если мы говорим об эндокринных заболеваниях, допустим, щитовидной железы, какие маски могут принимать психические расстройства, может быть, какие-то случаи из вашей клинической практики, когда эндокринологи не распознавали психическое расстройство и, соответственно, не назначали правильное лечение пациента. Ну, здесь, да, безусловно, очень много есть ситуаций, когда нарушение функции щитовидной железы, мы сейчас говорим именно о нарушении функции, потому что элотириоидные состояния, естественно, никак с психическими расстройствами не ассоциированы. Так вот, как гипертиреоз, так и гипотириоз могут, во-первых, сами по себе провоцировать психические расстройства, повышать их вероятность, так и, ну, как бы играть роль маски. И здесь ошибки возможны с двух сторон. Приведу пример. Когда я работала в свое время, длительное время эндокринологом-консультантом в крупной психиатрической больнице, мне попадались случаи, когда пациенты годами обращались, периодически госпитализировались в гериатрические отделения, в так называемые старческие, по поводу деменции, старческой деменции. И вот в какую-то из госпитализаций они попадали к эндокринологу. И эндокринолог, безусловно, вот буквально с расстояния нескольких метров видел, что это тяжелый декомпенсированный гипотириоз, то есть мексидема. И эти случаи действительно прекрасно потом шли на тероксине, и пациент вдруг из дементного, в кавычках, да, он превращался вполне себе, ну, по возрасту, скажем, сохранного. То есть вот здесь нередки случаи, когда человек идет как психическое расстройство, а у него, на самом деле, патология щитовидной железы. Есть и другие варианты. Например, больные с тиреотоксикозом, они нередко, во-первых, это бывает ассоциировано с психотическими состояниями, с шизоаффективными расстройствами, и эти пациенты нередко попадают в остром состоянии также в психиатрическую больницу. Хорошо, если быстро заподозрят тиреотоксикоз, потому что его лечение, как правило, позволяет очень быстро это состояние оккупировать. Вот таких интересных случаев мне приходилось видеть немало. Что касается основной массы больных, например, с теми же тиреотоксикозами, то все-таки у основной массы это не психозы, но это очень часто различного рода тревожное состояние. Я думаю, что каждый эндокринолог на амбулаторном приеме сталкивается с такими жалобами, как плохой сон, сердцебиение, нервная возбудимость, повышенная раздражительность, дрожь в руках. И вот здесь надо, естественно, дифференцировать, что это симптомы клинические тиреотоксикоза или это женщина с тревожным расстройством, может быть, даже без всякого тиреотоксикоза. Нам с вами, конечно, полный ответ дает гормональное обследование. Достаточно несложно исключить патологию щитовидной железы, а вот уже потом этим пациентам что с ними делать и куда направлять к психиатру, они, конечно, не пойдут с нетяжелыми такими нарушениями. Значит, вы вот здесь опять-таки тот же самый эндокринолог должен уметь такие вот тревожную патологию эффективно лечить самостоятельно. Это несложно, этому можно научиться. И я уверена, что в вашей клинической практике богаты были случаи и патологии надпочечников, возможно, надпочечниковой недостаточности, сопровождающейся диснатремией, с дезориентацией в пространстве. Я бы сказала, не так часто. Не так часто. Надпочечниковая недостаточность, ну, во-первых, если это первичная надпочечниковая недостаточность, она все-таки достаточно быстро диагностируется как таковая, если это болезнь Адисона. Из психических нарушений я бы не сказала, что там что-то вот такое необычное попадалось. Попадались, правда, случаи, когда действительно клиническая картина очень сильно напоминала классическую депрессию. Но все-таки гормональное обследование, оно у нас всегда позволяет очень быстро выявить, что с пациентом происходит. А вот дифференциально-диагностическую проблему с моей точки зрения представляют другие пациенты. Представим себе пациента, у которого есть периодически кризовые состояние с повышением артериального давления, сердцебиением, чувством страха. Эти пациенты сначала идут как гипертоническая болезнь, как кризы. Кто-то ставит им тот самый диагноз вегетососудистой дисфункции, раньше любили ставить диэнцефальные кризы, дальше эти пациенты начинают путешествовать по обследованиям, по специалистам. И, конечно же, они попадают к эндокринологу. И у эндокринолога самые частые предположения это всякого рода симптоматические гипертонии, в первую очередь феохромцитома. И вот эти пациенты начинают обследоваться, если они делают недостаточно валидное гормональное обследование, например, если такой пациент посмотрит адреналин, катахоламина, ванилил, миндаль, они у многих будут повышены, и это ни о чем. Здесь важно, чтобы мы с вами понимали, что, конечно, метанефрин, норметанефрин, это наше все. Но я говорю о каких пациентах? Вот эта вся клиника похожая на феохромцитому. Человек годами имеет какие-то, может быть, в серой зоне, может быть, вот эти повышенные старые гормональные показатели. А потом выясняется, что это обычные панические атаки. Вот такое небольшое, я сама сделала, ну, сервей, как теперь принято говорить. За пять лет посмотрела пациентов, которые к нам направлялись на обследование, вот с этим кризовым течением гипертонии, с выраженным вегетативным сопровождением и из 75 человек с предположительно диагнозами феохромцитомы действительно феохромцитома была обнаружена, по-моему, вот у пяти или у семи человек. У остальных было типичное паническое расстройство, но люди с этим, без постановки вот этого правильного диагноза, некоторые годами циркулировали по разным врачам. Вот это очень важно, чтобы в диагнозе эндокринолог тоже об этом сразу помнил, потому что это состояние встречается куда чаще, чем феохромцитома. Мы с вами знаем известная фраза крылатая, то, что бывает чаще, действительно бывает чаще. Поэтому панические атаки бывают чаще, чем фео, они, слава богу, лечатся проще, я бы сказала, чем феохромцитома, но для этого эндокринолог должен знать об их существовании и клинической картине. Это очень актуально, мне порой кажется, что сейчас эпидемия панических атак, и буквально каждый третий-четвертый пациент, приходящий на прием, имеет те или иные проявления повышенной тревожности. Не всякая повышенная тревожность, это паническая атака, там есть определенные критерии, но вы правы, говоря о том, что частота тревожных расстройств достаточно высока, но плюс еще, конечно, у нас с вами такая смещенная выборка, потому что к эндокринологам такие пациенты копятся. Именно их направляют врачи других специальностей, потому что, ежели что-то непонятно, то это к эндокринологу обычно. Психиатр стоит в этой линейке после эндокринолога, потому что туда тоже попадают пациенты, которым уже никто не смог разобраться, включая эндокринолога. Все большую популярность во всем мире набирают бариатрические вмешательства для лечения сахарного диабета и ожирения. По вашему опыту именно психологические расстройства, которые могут, мне кажется, и усугубляться после этих вмешательств у ряда больных. Это очень большая важная проблема, которую вы затронули. Ее затрагиваете не только вы, но и множество независимых, скажем так, незаинтересованных ученых. Если мы с вами вообще спросим, а какова роль и место психических расстройств в генезе ожирения, то мы должны с вами поставить их вообще на первое место. Человек с морбидным ожирением в большинстве случаев имеет те или иные психические расстройства. И, конечно же, прежде чем идти на бариатрическую операцию, безусловно, пациент должен быть осмотрен соответствующим специалистом. Лечение должно быть начато, если пациент в этом нуждается. Бариатрические операции имеют свои строгие показания. Они имеют также и свои строгие противопоказания. В число противопоказаний, например, входят психозы, шизофрения, нервная булимия официально входит в число противопоказаний к бариатрии. К сожалению, иногда встречающееся необоснованное расширение всех прооперируем и всем сразу станет хорошо ведет к тому, что у части пациентов после операции психологическое состояние ухудшается. По данным литературы пропорция таких больных, не скажу, что очень высока, но она существенна. По некоторым данным до 20-30%. И, конечно же, это те пациенты, у которых эти состояния были упущены до операции. Поэтому еще и еще раз надо подходить к этому высокоэффективному методу лечения с полным пониманием всего профиля пациента. В частности, особенности его психологического состояния. Потому что многие пациенты, идя на бариатрическую операцию, к сожалению, недостаточно информированы о том, что после нее им тоже придется заниматься своим здоровьем. Ничуть не меньше, чем они занимались до бариатрической операции. просто изменится спектр патологий, изменится спектр мероприятий, но они в любом случае должны находиться под наблюдением врача. И вот иногда, когда пациент, прооперировавшись, вдруг узнает, что ему теперь надо делать вот это, вот это, вот это, а без этого он будет плохо себя чувствовать. Вот здесь наступает некоторая, ну скажем так, встреча с реальностью, которая может привести к достаточно неблагоприятным психологическим реакциям. Проблемы, с которой сталкиваются пациенты при депрессивных расстройствах, при назначении специфической терапии нередко усугубляются проблемы с избыточным весом. Такой пациент обратится к эндокринологу для того, чтобы мы помогли ему снизить вес. Здесь встает вопрос выбора препарата, который, в частности, и наши препараты могут усугублять депрессивные расстройства. какие мы рекомендации, советы можем дать нашим коллегам? Во-первых, мне кажется, необходимо очень четкое взаимодействие между психиатром и эндокринологом. Что я имею в виду? Психиатры и эндокринологи и те, и другие должны знать, какие из психотропных препаратов способствуют прибавке массы тела. Далеко не все. Объем данной передачи не позволяет не читать лекцию на эту тему, но, в общем-то, хорошо известно, какие нейролептики, какие антидепрессанты более способны вызвать у пациента выраженную прибавку массы тела. И если есть такая возможность выбирать те препараты, которые лишены этого побочного эффекта, к сожалению, бывают ситуации в психиатрии, что психический статус пациента диктует нам практически нужен только этот препарат и никакой другой. Такое бывает. И тогда действительно пациенты будут прибавлять в весе. Если они находятся при этом в адекватном психологическом состоянии уже на фоне лечения, то эндокринолог может работать с ними по общим принципам, как с любым ожирением. В моей практике были пациенты больной шизофренией, которые, получая нейролептики, прибавляли в весе очень сильно, но потом, когда они уже выходили в благополучное психологическое состояние, мы с ними работали точно так же с дневником питания, с ограничением калорийности и они были способны снизить вес, ну скажем так, практически так же, как люди без вот такой сопутствующей медикаментозной терапии. То же самое касается антидепрессантов. Среди них есть способствующие прибавки веса, например, трициклические антидепрессанты, а есть напротив антидепрессанты, которые уменьшают аппетит и способствуют, могут способствовать снижению веса, такие как флоксетин, предположим. И он даже применяется у людей как раз с синдромом пищевых эксцессов, как дополнительный метод торможения прибавки или даже снижения массы тела. Но еще раз подчеркну, что весь вопрос в том, что у каждого пациента индивидуально, в зависимости от его психического статуса, надо постараться выбирать препараты без вот этих побочных действий. точно так же мы с вами говорили об ожирении, но то же самое касается и, например, гиперпролактиномии. Потому что к нам, к эндокринологам, очень часто попадают пациенты с гиперпролактиномией. И если эндокринолог не знает, о чем спросить пациента, он может не понять, что эта гиперпролактиномия вызвана психотропными препаратами. А пациента, который лечится у психиатра, обычно обучают не рассказывать первично о своем психологическом, о своих проблемах, не говорить никому, какие препараты он. И если эндокринолог не будет активно спрашивать, а не принимаете ли вы то-то, а не принимаете вы то-то, а вот этот препарат, то тогда пациент может и не раскрыться. А вот если эндокринолог это будет знать, тогда шанс на то, что мы потом дальше эффективно справимся с тем же пролактином гораздо больше. Есть ли у нас какие-то ограничения в плане медикаментозной поддержки пациентов, которые на фоне назначения психиатрического лечения набирают вес или спектр препаратов остается тем же, в частности лироглутит, вот есть данные о том, что он может усугублять, да, депрессивность. Ну, скажем так, все это сейчас находится на уровне более или менее эмпирических вещей. Да, мы знаем, что кто-то применяет лироглутит, потому что он действительно способствует снижению веса. Но, с другой стороны, это указано в инструкции к применению, лироглутит, он усиливает такой компонент депрессии, как апатия и ангидония. И это может быть проблемой для этих пациентов. С другой стороны, если, например, теоретически представить себе, что пациент прибавил в весе на фоне лечения не депрессии, а другого полюса, маниакального состояния, а там тоже есть препараты, которые сильно прибавляют вес, то вот там виктоза будет как раз оптимальным, да, потому что она, ну, если можно так выразиться, ее психиатрический спектр в чем-то антиманиакальный. Да, зарубежные есть гайдлайны, правда, немножечко уже устаревшие в свое время, когда широко использовался сибутрамин для лечения ожирения, он был включен зарубежными психиатрами как один из вариантов коррекции лишнего веса у психиатрических пациентов, особенно с депрессивными синдромами, потому что мы с вами помним, сибутрамин не что иное, как антидепрессант двойного действия, но сейчас препараты сняли везде, так что он, соответственно, и в алгоритмах не присутствует, но теоретически говоря, он, конечно, может применяться. Завершая наш разговор, Елена Георгиевна, расскажите, где врачи могут улучшить свои знания по проблеме психических расстройств при эндокринных заболеваниях? Я знаю, что у вас есть прекрасные обучающие курсы. Ну, да, на нашей кафедре уже с 2005 года мы такой цикл проводим, это цикл длительностью 72 часа. для врачей не психиатров, то есть на него могут прийти эндокринологи, терапевты, люди другого терапевтического профиля, где мы учим врача базовым навыкам по диагностике, лечению психических расстройств не только в эндокринологии, но и во всех смежных соматических специальностях в терапии, в кардиологии и так далее. Обычно врачи бывают очень довольны, когда они проходят этот цикл. Другое дело, что вы знаете, какие сейчас проблемы с тем, чтобы врач вообще пошел, выбрал время и куда-то пришел учиться. Уверена, что этот курс стоит, я очень много отзывов была от коллег, и я уверена, будут вопросы, где найти информацию, когда эти курсы проходят и где можно ее найти. К сожалению, мы не имеем этот цикл в нашем базисном расписании на год. Мы его проводим по потребности тогда, когда у нас набираются желающие. Сейчас я веду набор желающих где-то примерно на апрель или мая следующего года, поэтому те врачи, которые заинтересуются, они могут непосредственно обратиться к нам на кафедру. Кафедральные контакты есть на сайте нашего учреждения Моники и в соответственном образом узнать о конкретных датах проведения. Спасибо большое. Ввиду малой доступности психиатрической помощи и частых отказов наших пациентов от посещения профильных специалистов, участие врачей непсихиатров в лечении нетяжелых психических расстройств возрастает во всем мире. Поэтому я надеюсь, что наша беседа повысит осведомленность врачей, эндокринологов и других специальностей о важности данной проблемы. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо, Елена Георгиевна. Спасибо, Дарья Олеговна.